Здравствуйте! Вы смотрите интервью по существу в студии Татьяны Молокова. Сегодня мы будем говорить о доступной среде. У нас в гостях Анна Бочкарева, прокурор отдела по исполнению законов в социальной сфере прокуратуры Чуваши. Анна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Николаевна, расскажите, пожалуйста, что входит в круг интересов управления по надзору за соблюдением федерального законодательства в этой сфере? Ну, скажем так, что права инвалидов у нас сохраняются федеральным законом о социальной защите инвалидов. И мы надзираем за исполнение данного закона на территорию Чувашской республики. Ну, что является социальным правом инвалидов? Это, во-первых, пенсионное обеспечение, социальное обеспечение, оказание медицинской помощи, обеспечение лекарственными средствами. Ну, и в настоящее время достаточно много мы внимания уделяем соблюдению законодательства в части доступности инвалидам и маломобильным группам граждан в здании социальных инфраструктур и транспортных инфраструктур. То есть, я так понимаю, что это те самые пандусы, это те самые места на парковках около общественных зданий, около торговых центров. Много проблемных обращений по этой теме? Ну, хочу начать с того, что этому вопросу мы стали уделять внимание с 2011 года. Раньше-то были такие единичные проверки. Видимо, сами инвалиды еще не особо были в теме. А сейчас есть интернет, есть средства масс-информации, где все чаще-чаще начали говорить об этом. Это и Олимпиада, которая была приведена в Сочи, где этот город был полностью оборудован под нужды инвалидов. Это город, наверное, на который должны равняться все остальные города нашей страны. И, естественно, жалобы стали все больше поступать в органы прокуратуры по вопросу доступности. И мы уже с 2013 года ежегодно проводим плановые проверки и ежегодно обсуждаем на коллегиях в прокуратуре республики этот вопрос. Что говорят итоги проверок? Ну, раньше было совсем, можно сказать, ни одно из заведений и зданий не было доступно для инвалидов. Сейчас все, ну, я думаю, что жители нашего города замечают, что все больше и больше появляется пандусов, что появились на светофору звуковые сигналы для слепых, что вот на дорогах появились специальные такие вот желтые полоски для тоже для слепых. Активные плитки. Да, активные плитки, чтобы слепым было легче ориентироваться. Ну, скажем так, что властью республики меры принимаются, чтобы наш город стал соответствовать требованиям доступности. Но пока проблемы есть, и мы ежегодно выявляем эти нарушения. В Чебоксарах и в Новом Чебоксарске в этом плане еще обстановка более-менее. Ну, а в дальних районах республики там, конечно, все плачевно. То есть есть доступность, скажем так, сейчас только в здании администрации. И вот сейчас Минздрав добился, чтобы каждая больница была доступна для инвалидов. Но в остальном, скажем, что пока проблемы есть. То есть отсутствуют пандусы, отсутствуют специальные кнопки вызовов, да? Но ведь еще есть такая проблема, когда, допустим, пандус-то он физически есть. Но забраться по нему не отвечает техническим требованиям. Ну, да, это так называется. То есть устроен с нарушением градостроительного законодательства. Такие случаи тоже мы встречаемся. Мы, когда вносим представление, вроде как бы нас услышат и вроде как бы установят пандусы. Мы приходим на контрольную проверку, проверяем, да, пандус стоит, но либо уклон неправильный, либо сделан из материала, на который коляска просто не заедет, либо это узкий пандус, либо нет поручни. И приходится нам заново принимать меры и добиваться устранения таких нарушений. Такие случаи тоже есть. Это вот безалаберность собственника помещения, нежелание исполнять закон, или это вот непонимание того, что это нужно? В каждом случае, наверное, это отдельно надо подходить, это все субъективно. Но я думаю, лично мое мнение, что это больше равнодушие. Если меня это не касается, значит, мне это не надо. Но ведь никто от такой судьбы не застрахован, ведь инвалидом может стать каждый из нас. То есть равнодушие людей тоже нужно в этой сфере менять? Конечно. Наверное, надо больше чаще об этом говорить и визуально показывать. И поэтому сотрудники прокуратуры при проведении проверок зачастую привлекают граждан, которые не отказываются в инвалидных креслах. У нас есть такой активный, скажем так, помощник прокуратуры, фамилия Насекин. То он нам активно помогает, от него постоянно приходят жалобы с фотографиями, как он не может заехать, как ему сложно передвигаться или до кнопки добраться. И вот я могу сказать, что органы, которые зачастую используют таких активных, не хочется их назвать инвалидов, хочется назвать их граждан, которые помогают нам в проведении проверок. Мы показываем собственникам, как это сложно сделать. И многие начинают понимать и делать так, как надо. И бывает так, что некоторые собственники звонят и просят подсказать все-таки, как это сделать лучше и правильнее. Ну, я могу сказать, что в настоящее время у нас в республике действует эстономно-некоммерческая организация, центр экспертизы и растификации «Доступный мир». Это вот там работают специалисты, которые могут помочь и оказать содействие в разработке пандусов и будут сопровождать. На всем этапе? Да. Потому что можно с ними связываться, есть адрес их в интернете, можно с ними связываться и обсуждать этот вопрос. Они идут на встречу с большим удовольствием. И подчеркиваю, эта организация не коммерческая. А вообще какие обращения поступают к вам в управление? Ну, обращения бывают разные. Бывают проблемы с начислением, с расчетом пенсии. Но, как правило, просто людям не нравится размер своей пенсии. Бывают жалобы по вопросу установления группы инвалидности. Ну, это единичные жалобы. По-прежнему пишут люди по вопросу снаторно-курортного лечения. Это очень проблемный вопрос. Раньше занимался с этим Минздрав. И если граждане в течение длительного времени выдавались путевки, мы выходили из СССР с обязанием выдать путевку. Но в настоящее время судебная практика изменилась. И мы, честно говоря, помочь уже ничем не можем. И сломать судебную практику тоже не можем. И путевки в настоящее время выдаются согласно очередности. Фонд ценнострахования в этой части мы проверяли. Могу сказать со стопроцентной уверенностью, что они не нарушают очередность в предоставлении путевок. Но проблема в том, что путевки закупаются на федеральные деньги. И сколько федерация выделила Чувашской Республике денег на такую сумму путевки покупать. То есть они работают по факту. Да, и практически охватить у нас нуждающих снаторно-курортного лечения в Чувашской Республике более 6 тысяч. Всех охватить снаторно-курортного лечения просто физически невозможно. Как правило, более 4 тысяч за год охватывается. Это вот первая проблема. Вторая проблема в том, что не все санатории хотят участвовать в этой программе и просто отказываются участвовать в тендере. Это, например, Крым, Сочи. Им проще все-таки продать путевку дороже, коммерческую, чем для инвалидов. Есть проблема у нас, конечно, с транспортными расходами. Обсуждался у нас вопрос с лицами, которые приезжают в город Чебоксар на Гемидиалис. Была такая проблема, когда ни одно министерство не хотело на себя, скажем так, вешать такую проблему. Но суд поставил точку в этом вопросе. Несмотря на то, что органам прокуратуры отказали в обязании фонда оплачивать проезд социального страхования. Но в описательной части суд дал понять, что все-таки это обязанность Министерства здравоохранения, поскольку Гемидиалис относится к оказанию высокотехнологической медицинской помощи и обязанности Министерства здравоохранения. Предоставить эту помощь, а предоставить ее без доставки больного в центр невозможно. Анна Николаевна, в конце ноября 2016 года в Чебоксарах пройдет форум, который посвящен доступной среде. Давайте немножко подробнее про этот форум. Что там будет происходить? О чем мы будем говорить? Мы хотим сказать, что это первый форум Чувашской Республики. Раньше таких мероприятий мы никогда не проводили. На этом мероприятии мы хотим пригласить, точнее мы уже пригласили руководителей всех министерств, ведомств нашей Республики, пригласили главу Республики. Мы хотим обсудить все-таки проблемы доступности инвалидов и, подчеркиваю, еще маломобильных групп граждан в учреждениях социальной и транспортной сферы. Потому что эта проблема на сегодняшний день, она имеется, ее надо как-то разрешать. Вот мы хотим обсудить, где тормозит, на каком этапе вот эта вот программа. Может быть, стоит ее как-то откорректировать, может, стоит в бюджете дополнительные средства предусмотреть. В общем, мы будем обсуждать проблемы и постараемся как-то эти проблемы совместно разрешить и оформить. Спасибо большое, Анна Николаевна, за вашу небезразличную позицию, за то, что вы пришли к нам в эфир и рассказали об этой ситуации, о доступности, доступной среды. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Анна Бочкарева, прокурор управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашской Республики. Я с вами прощаюсь. До свидания.